Добрый вечер. Добрый вечер всем. Давайте начинать. Сегодня у нас десятая, в общем, последняя лекция этого небольшого курса. И в конце я расскажу про экзамен для тех, кто захочет сдавать. Это приветствуется. Вообще, поверьте, что записывалось гораздо больше участников, чем у вас сейчас осталось, так что вы все большие молодцы. Спасибо, что продержались. И сегодня лекция будет называться «Примеры задач оптимального управления». Напомню, что было в прошлый раз. Ну вот вначале мы доказали такую последнюю самую общую версию принципа максимума Пантрягина в задачах со смешанными ограничениями. Потом рассмотрели такой важный, сравнительно новый класс задач из субримной геометрии популярной. Вот сейчас непосредственно и такая простейшая субримного задача, задача Дедоны, вот, была рассмотрена. А сегодня у нас в планах две задачи. Первая – это субримного задача на группе движений плоскости. Ну вот, это такая математическая формировка задачи просто о движении машины на плоскости. Вот. И вторая – Лоренцева задача на плоскости Лобачевского. Вот Лоренцева задача, они возникают из теории относительности. Вот эти тоже задачи решаются методами оптимального управления. Вот что хотелось бы сказать. Но главная цель этого курса была дать полное доказательство принципа максимума Пантряина. Это необходимого условия оптимальность в задачах оптимального управления. Ну и, в общем, пару лекций назад мы это сделали. Мы изучили полное доказательство принципа максимума Пантряина в разных версиях. Но пользоваться принципом максимума, в общем, на это времени осталось мало. Вот мы на прошлой лекции рассмотрели задачи Тидона, сегодня тоже две лекции. Вот. Но, конечно, ну, собственно, научиться пользоваться какой-то теорией можно только если самому решать задачи. Так что, в общем, здесь нужно брать задачи и решать самостоятельно. Тогда вы поймете, как работает принцип максимума. Вот. Но самое трудное в том, что, на самом деле, принципом максимума решение задач не завершается. Это только начало. Вот после того, как вы применили принцип максимума, нашли экстремальные траектории, их нужно исследовать на оптимальность. То есть нужно выяснить, какие из них являются минимумы, а какие нет. Вот. Это вот аналогично, как я говорил, задачи на экстремум для функции одной переменной. Сначала вы ищите критические точки, где производная равна нулю, а потом их исследуйте с помощью с помощью вторых производных. Ну, вот. Если... Но если в этой задаче на минимум функции, вы можете, на самом деле, сначала найти критические точки, а потом просто перебрать, и тогда найти, допустим, минимальное значение функции или максимальное. И на отрезке, как правило, критических точек будет конечное число. И тут, в общем, можно обойтись небольшим исследованием. Вот. То в задаче к оптимальному управлению все сложнее, потому что эти задачи бесконечно мерны. И тут, как правило, экстремальных траекторий, переходящих из заданной точки в заданную точку, таких экстремальных траекторий счетное количество. И перебрать их никакой возможности нет. Поэтому здесь требуется использовать условия оптимальности высшего порядка. Ну, как правило, второго. Это называемая теория Якоби сопряженных точек, точки Максвелла и так далее. Теория полей вариаций и так далее. Вот. То есть вот теория оптимального управления, повторю, принцип Максвелла — это только начало исследования задач. Но вот что делается потом, это совершенно выходит за пределы нашего курса. Но в задачах я для того, чтобы решить эти задачи, эта теория условия оптимальности высшего порядка, конечно, применялась. И я вкратце об этом буду говорить и буду говорить о результатах, которые получены с помощью этой диодики. То есть вот эти задачи, которые были в прошлый раз и сегодня, они решены полностью. Все полным набором техники оптимального управления и принципа Максвелла и условия оптимальности второго порядка. Вот. Здесь они работают в полной мере. Хотя задачи несложные, но уже требуется вся техника оптимального управления. Ну вот, что хотелось бы сказать. А теперь давайте перейдем к задаче. Ну, первую задачу я сформулировал уже в прошлый раз, но давайте еще раз ее напомню. Субриумного задачи на группе движений плоскости. Что такое группа движений плоскости? Это параллельные переносы и повороты. Вот эта группа параметризуется вот такими матрицами порядка три. Смотрите, здесь последний столбец Х и Рик — это параллельный перенос, а Т это — это угол поворота. То есть вот эта группа обозначает СЕ2 — это собственная евклидовая группа плоскости. Вот параллельный перенос и поворот на плоскости. Это не только многообразие, но, как говорят, группа Ли, потому что такие матрицы можно перемножать. То есть это и гладкое многообразие и группа. То есть группа Ли. И вот на этом многообразии мы рассматриваем вот такие два векторных поля X1 и X2. И для этих полей рассматриваем субримную структуру, для которой эти поля ортонормированы. А именно в качестве многообразия мы берем СЕ2, в качестве распределения мы берем плоскость, натянутую на поля X1 и X2, а скалярное произведение G подбирается так, чтобы поля были ортонормированы. То есть их G от X и XG равняется символу коронигра. Но, говоря более простым языком, мы имеем вот задачу оптимального управления, которое здесь написано. Мы имеем управляемую систему, линейную по управлениям, вот U1 и U2, состояние Q трехмерно, это точка X и Y тета, управление U без ограничений, двумерное управление, U1 и U2. Мы идем из начальной точки, которую можно считать после выбора правильной системы координат, просто 0,0,0, в какую-то заданную конечную точку Q1, и мы минимизируем вот такой интеграл типа длины, интеграл от корня из суммы квадратов в управлении. Вот такая задача. Откуда такая задача берется? Ну вот, есть такая совершенно понятная мотивация, движение мобильного робота на плоскости. Мобильный робот, это просто вектор, да, который просто расположен в некоторой точке, имеет некоторое направление тета. Вот, этот робот может, ну машина просто может ехать вперед-назад и может одновременно поворачиваться, может ехать с задним входом. Видите, вот здесь вот точка возврата, то есть до нее она ехала вперед, а после нее она едет с задним входом. Это для машины возможно. Вот, и требуется найти оптимальное движение машины, переводящее начальное состояние ку-0, конечное состояние ку-1 оптимальным образом. Оптимальность понимается в смысле минимума вот такого функционала длины в пространстве x, y, t. Вот если эту задачу рассмотреть, она совершенно естественная задача, да. Вот, собственно, вот когда мы вводим машину, мы по сути часто решаем такую задачу, вот, и она совершенно осмысленная, и вот она формализуется как вот эта задача оптимального управления, которая была на предыдущем слайде. Вот, но эта задача полностью решена, построен, как говорят, оптимальный синтез. Вот, давайте вкратце опишем, что здесь получено. Ну, первое, тут, собственно, так обычно бывает, применяется принцип максимума Пантряигна. Ну, вот, в принципе максимума, вот, если вы помните, пишется функция Гамильтона. Она зависит h, u, ν, да. Вот, там есть параметр ν вещественный. Вот он может принимать значение 0 или минус 1. Если он равняется 0, то мы получаем анормальный случай. Если минус 1, то нормальный. Так вот, для этой задачи, для данной задачи, анормальные траектории тривиальны, а не постоянны. То есть, вот, это просто машина стоит на месте. Это решение неинтересно, поэтому дальше не рассматривается. Рассмотрим нормальный случай. Вот, в нормальном случае принцип максимума Пантряигна применяется, работает и дает следующую гамильтоновую систему. Смотрите, гамильтоновая система, которая здесь написана, она состоит из двух подсистем. Первая подсистема – это хорошо известное уравнение колебаний маятника. Вот, мы имеем маятник, и его отклонение от вертикали задается углом гамма. С – это его угловая скорость. Тогда гамма две точки равняется минус синус гамма. Это уравнение движения маятника. Вот. Ну, а для координата х и тета мы имеем некие уравнения с тригометрическими функциями в правой части. Вот так записывается гамильтоновая система принципа максимума. То есть, сначала применяется принцип максимума в общей форме, пишется условие максимума, из условий максимума управление выражается через импульсы, оно подставляется в гамильтониан и получает уже гамильтоновую систему, которая от управления не зависит. Вот она здесь написана. Перемена гамма-с маятник, а в остальных переменах какие-то уравнения. Вот. Но известно, что уравнение маятника интегрируемо, интегрируемо, но не в элементарных функциях, а в функциях Якоби. Вот. И поэтому вот здесь они неизбежно возникают. Ну, во-первых, у уравнения маятника есть интеграл энергии, вот полная энергия, кинетическая плюс потенциальная. Вот. И вот гамма и с параметризуются эллиптическими функциями Якоби. И то же самое и состояние х и гектета тоже параметризуются этими же функциями. Это было сделано. Я эти формулы не привожу, они довольно громоздкие, но, в общем, эта параметризация была получена. Итак, это... Давайте вернемся. Это пока только первый шаг. Вот мы применили принцип Максио-Пантриагена и описали экстремальные траектории. А теперь начинается самое интересное. Как среди этих экстремальных траекторий выделить настоящие минимумы. Минимумы вот этого функционала длины. Вот тут возникает довольно сложная задача. И вот как она решается, я без деталей, времени на детали хватит, но все-таки расскажу. Значит, ну вот, во-первых, для маятника давайте мы опишем, как разбивается фазовый цилиндр маятника. Фазовый цилиндр я обозначаю через С. Вот он разбивается на пять подножств С1-С5. Ну вот, на самом деле, вот если посмотреть, вернуться обратно, здесь у нас в уравнениях стоит гамма пополам. Из-за этого гамма меняется не от нуля до двух Пи, как обычно, а от нуля до четырех Пи. То есть мы имеем, как говорят, двулистное накрытие маятника. Ну это существенно меняет только то, что вот здесь на фазовом цилиндре маятника гамма меняется с периодом 4 Пи, а не 2 Пи. Ну это не беда. Это много не усложняет. Так вот, если у маятника энергия небольшая, то маятник колеблется. Это область С1, это область внутри вот этих жирных линий. Если у маятника большая энергия, то он вращается в одну или в другую сторону. Это область С2 плюс или С2 минус. Он вращается в одну или в другую сторону. А если у маятника некая критическая энергия, а именно энергия равна единице, то маятник совершает критическое движение по сепаратрисе. Вот он приближается к неустойчивому положению равновесия за бесконечное время. Если у маятника энергия минимальна, минус 1, то он находится в устойчивом положении. Равновесие вот здесь оно одно, вот ноль. или другое, гамма равняется 2π. Вот. И, наконец, С5, если энергия равняется единице, вот эти две точки А, С равняется нулю, это неустойчивое положение равновесия маятника. То есть мы имеем пять типов движения маятника в зависимости от его энергии. Хорошо. Теперь вот начинается исследование траекторий на оптимальность. Как это делается в этой задаче? Вот мы имеем уравнение маятника, гамма две точки, равняется минус синус гамма. Давайте посмотрим на симметрии. Какие у этого уравнения есть симметрии? Ну вот здесь внизу на картинке обозначены типичные траектории маятника на плоскости гамма-Ц, ну, точнее, на цилиндре, да? И вот невооруженным глазом видны симметрии. Вот смотрите, когда возьмем вот эту жирную траекторию дельта, мы ее можем отразить в оси гамма, получить траекторию дельта 1. Можем отразить в оси С, получить дельта 2. Можем отразить в точке 0,0, получить дельта 3. А можем параллельно перенести на 2π, получить дельта 4 и так далее, размножить. Итого получается, вместо одной траектории 8, одна траектория размножается до 8. Вот это означает, что наша задача имеет группу из 8 симметрий. Вот мы их обозначим здесь, ну, тоже действительная симметрия, понятно, и вот ε1 и так далее, ε7. Например, ε1 это отражение в оси гамма, она приводит дельта в дельта 1 и так далее. Ну, это, говоря алгебраически, это группа Z2 в кубе, группа симметрии параллельно-пипеда. Вот. Ну, вот действия этих симметрий на траекторию маятника вот показаны на этой картинке. Хорошо. Ну, вот дальше рассматривается так называемая времена Максвелла, соответствующие симметриям. Что это означает? Точка Максвелла – это такая точка, куда приходят две разные траектории за одно и то же время. Ну, вот вообще говоря, точки Максвелла, как искать, не вполне понятно, но если есть симметрии, то можно искать точки Максвелла, соответствующие симметриям. То есть вот предположим, что в пространстве у нас есть симметрия, отражения, как вот у нас было для маятника, да, то точка Максвелла наступает тогда, когда траектория приходит на неподвижное множество этой симметрии. Тогда мы ее можем отразить, и конец у нее сохранится, и тогда вот одна траектория перейдет в другую. Мы получим точку Максвелла. Так вот, определяется вот следующая симметрия экспоненциального отображения. Это такие отображения, ну, эпсилон И, которые действуют, во-первых, в прообразе экспоненциального отображения. Ну, экспоненциальное отображение – это такое отображение, которое переводит пару лямбда Т, лямбда начальника вектора Т время, оно переводит в конечную точку. Так вот, эпсилон И называется симметрией экспоненциального отображения, если оно коммутирует, если оно коммутирует с экспоненциальным отображением. И вот на каждой траектории мы ищем точки Максвелла, соответствующие этим симметриям экспоненциального отображения. Вот первое время Максвелла, соответствующее этой группе симметрии, определяется следующим образом. Это минимальное время, минимальное время положительное, для которого существует такая симметрия, которая в прообразе точки размножает, то есть у нас траектории получаются разные, а в образе оно приводит точку в себя. То есть мы имеем две разные траектории, приходящие в одну и ту же точку. И вот соответствующее время называется первым временем Максла, соответствующим данной группе. Так вот, для нашей задачи это первое время Максвелла было вычислено, и вот здесь эта теорема приводит, но я не буду останавливаться на деталях, важно, что точное описание этого первого времени Максвелла получено. Повторю еще раз смысл. Что такое первое время Максвелла? У нас есть траектория, и вот в первый момент Максвелла для данной траектории с чего другая, которая приходит туда же, в эту же точку, в тот же момент времени. Вот, и вот из общей теории оптимального управления легко доказывается, что после точки Максвелла оптимальности быть не может. То есть времена Максвелла дают нижнюю оценку для времени потери оптимальности, для времени разреза. Вот. Ну вот, теперь перейдем к описанию сопряженного времени. Сопряженное время, первое сопряженное время, это время, когда траектория теряет свою локальную оптимальность. Вот в данной задаче, оно тоже было описано, вот для разных энергий Максвелла получили разные выражения. Например, если энергия Максвелла меняется от минус единицы до единицы, то первое сопряженное время равно плюс бесконечности. Но это означает, что сопряженных точек просто нет, что траектория локальная оптимальна до плюс бесконечности. Но в остальных точках были получены двусторонние оценки первого сопряженного времени. Вот. И метод доказательства, это тоже такой эффективный подход в теории оптимального управления, основан на гомотопической инвариантности индекса Максвелла. То есть, если у нас есть количество сопряженных точек, если у нас есть экстремаль, мы можем ее менять, и при непрерывной деформации, то есть при гомотопии, количество сопряженных точек не меняется. Ну вот, на основе этого подхода были получены эти оценки сопряженных времен. А теперь переходим уже ближе к описанию оптимальности. Описывается так называемая глобальная структура экспоненциального отображения. В чем она заключается? Вот. Начнем с экспоненциального отображения. Экспоненциальное отображение переводит множество N, которые есть прямое произведение начального цилиндра для ковекторов, и полуоси времени R+, в наше многообразие M. Но важный момент стоит в том, что если время больше, чем первое время Максвелла, то мы получаем неоптимальное геодезическое. Поэтому геодезическое с такими временами нужно отбросить. Это делается с помощью следующей конструкции. Рассматривается множество N с крышкой, которая содержит все траектории, кроме тех, где время больше, чем первое время Максвелла. Ну, здесь вот оно подзначается еще буквой T жирной. Вот. То есть мы отбрасываем все заведомо неоптимальные экстремали. Ну, а в образе экспоненциального отображения мы выбрасываем просто начальную точку, потому что она неинтересна, там все понятно. И вот в этом случае суженное экспоненциальное отображение из множества N с крышкой во множество M с крышкой все реактивно. То есть оно отображение N, но оно не инъективно, потому что есть пары точек, которые переходят в одну. Это как раз наши точки Максвелла. То есть нужно отбросить точки Максу. Их выбрасывание выполняется следующим образом. Мы еще более сужаем экспоненциальное отображение, рассматриваем множество m с волной. Это множество точек, на которых наши симметрии εe меняют точки. То есть εe от q должно не равняться q на этом множестве всех таких точек. Мы выбрасываем просто все неподвижные точки симметрии. И то, что получилось, называем m с волной. Оказывается, что это множество, имея стратификацию, разбивается на 8 под областей m. Это в образе. А в прообразе мы берем прообраз множества m с волной и обозначаем его n с волной. И это множество прообраза тоже разбивается на 8 в областей d. И оказывается, что экспоненциальное отображение между этими суженными областями уже не имеет ни точек Максу, ни сопряженных точек. А именно доказывается следующая теорема. Что экспоненциальное отображение из каждой области d, в каждую область m, есть дифиоморфизм. Ну и то же самое из n с волной в m с волной. То есть, если мы сузили подходящим образом, правильно сузили экспоненциальное отображение, то мы получили дифиоморфизм. Напомню, что дифиоморфизм – это такое гладкое отображение, которое является биекцией, и обратное отображение тоже гладкое. Вот. Хорошо. Ну вот здесь, пожалуй, технические детали, которые я, наверное, сейчас опущу. А вот здесь я остановлюсь на этой картинке. Смотрите, вот что здесь нарисовано. Здесь, ну, во-первых, нарисован ТОР, внутренность ТОРа. Внутренность ТОРа моделирует нашу группу СЕ2. Потому что что такое СЕ2? Это параллельный переносный вектор X-вирик и повороты. Ну, то есть, это, по-моему, это плоскость R2, умноженная на окружность. Ну, вот окружность – это ось этого эллипса, а плоскость мы дифиоморфно можем сжать в открытый круг. То есть, вот получается, произведение, декартов произведение открытого круга, который здесь нарисован, на окружность. Это внутренность ТОРа, полнотория. Это и есть наша группа СЕ2. И теперь вот здесь изображены четыре поверхности. Два диска. Этот диск тета равняется нулю, и второй диск тета равняется пи. И две ленты Миобиуса. Это поверхности, которые содержат неподвижные точки симметрии. Вот. И вот. Это множество М' – это эти четыре поверхности. Два диска и две ленты Миобиуса. Это множество содержит в себе множество разреза. Множество разреза – это множество точек, в которых геодезически теряет свою оптимальность. То есть, множество разреза не совпадает вот с этим множеством, но оно в нем содержит. И вот сейчас мы его опишем. Вот. Вот здесь представлено множество разреза. Множество разреза – это повторю. Получается как? Мы изначальной точки выпускаем геодезически, и на каждой геодезически берем точку, в которой она теряет оптимальность – точку разреза. И вот множество всех таких точек разреза и называется множеством разреза. Катлокус по-английски. Вот здесь неподвижная точка расположена вот в этой точке, где у нас как бы песочные часы расположены. И вот видно, что множество разреза содержит часть одной из лент Миобиуса. Мы из полной ленты Миобиуса вырезали часть, но осталась, тем не менее, полномерная, двумерная часть. И еще диск тетер равняется пи. Вот это очень важное множество задачи, множество разреза. Оно показывает, где траектория теряет оптимальность. А теперь, чтобы построить оптимальный синтез на ленте Миобиуса, строится ее разбиение. Сортификация на подможество. Ну, я детали описывать не буду, здесь просто приводится картинка, чтобы вы представили, какого рода работа здесь происходит. Вот. И потом на основе этого анализа описывается множество разреза. Здесь это множество разреза представлено в таких выпрямляющих координатах. Вот эта часть ленты Миобиуса, которая имеет форму песочных часов, вот она здесь уже выпрямлена. А диск тетер равно пи, это то же самое, что плоскость, представлено двумя экземплярами. Наверху, тетер равняется пи, и внизу тетер равняется минус пи. Это множество разреза в выпрямляющих координатах. Вот здесь представлено множество разреза уже в исходных координатах. Вот его, так называемые, локальные компоненты. То есть та компоненты, которая примыкает к начальной точке. Вот начальная точка находится здесь. Вот это, где смыкаются песочные часы. А дальше это множество лежит на ленте Миобиуса, оно как-то крутится. И вот здесь представлено это локальные компоненты множества разреза. И, наконец, на основе этого анализа построено полное решение задачи, то, что называется оптимальным синтезом. А именно, мы задаем начальную точку. Так, ну здесь небольшая опечатка. Ку от нуля равняется Ку-0, и Ку от Т1 равняется Ку-1. Вот здесь опечатка. Вот так вот, мы ищем для каждой конечной точки Ку-1, мы ищем оптимальную траекторию, идущую из Ку-0 в Ку-1. Как это делается? Ну вот, мы доказали, что суженное экспоненциальное отображение из области Н с крышкой на М с крышкой сюрре активно. Что это нам дает? Вот, если мы возьмем любую точку Ку в множестве М с крышкой, то мы можем найти ее прообраз. А именно, если точка не лежит во множестве Максвелла, то у нее один прообраз, это точка лямбда Т. Напоминаю, лямбда – это начальник к вектора, Т – это время. А если точка принадлежит множеству Максвелла, то у нас есть две точки в прообразе. Ну, потому что у нас есть две траектории, приходящие в одну точку. Вот. Ну, экспоненциальный прообраз точки Ку-1 при экспоненциальном отображении имеет вид лямбда Т, и тогда траектория, приходящая в точку, получается в интегрировании просто уравнения маятника. Мы интегрируем уравнение маятника вот с данными начальными условиями. И управление выражается через решение уравнения маятника. В итоге получаем, что оптимальный синтез, то есть отображение, которое в конечной точке Ку-1 сопоставляет управление У1-У2, переводящее Ку-0 в Ку-1, это отображение двузначно на множестве Максвелла или же однозначно вне множества Максвелла. Вот. Ну, еще одна важная характеристика задачи – это множество разреза. Пардон, время разреза. Время разреза – это время, когда геодезическая теряет свою оптимальность. Это функция от начального ковектора. Так вот, доказана следующая теорема, что время разреза равняется времени Максвелла к соответствующим симметриям. Время разреза инвариантно относительно симметрии. Более того, оно инвариантно относительно вертикальной компоненты гамильтоновой системы. То есть у нас есть гамильтоновая система принципа Максвелла, и мы можем рассматривать ее вертикальную компоненту, которая для импульса. Так вот, время разреза инвариантно относительно этой вертикальной компоненты. Ну и доказаны свойства регулярности. Время разреза непрерывно. А вне критические значения энергии оно еще и гладкое. Вот график времени разреза. По горизонтали энергия маятника, по вертикали время разреза. Вот здесь вот, когда энергия равняется единице критическому значению, здесь мы имеем вертикальную асимптоту. Это случай сепаратрицы маятника. Если энергия равняется минимум минус один, то время разреза равняется π. Вот этот график иллюстрирует данную теорему. Еще одна важная геометрическая характеристика задачи – это субривновая сфера. Ну вот, минимум субривновой длины, траектории, приходящей в точку, называется субривновым расстоянием. Это субривновое расстояние задает метрику на исходном многообразии. То есть наше многообразие превращается в метрическое пространство с помощью этой метрики. Или, как говорят метрики Карно-Каратеадория. Ну, как обычно, в метрическом пространстве можно определить сферы, субривновые сферы. Как они устроены? Это важный вопрос. Вот в этой задаче мы получаем такое описание. Если сфера имеет радиус от нуля до π, то топологически субривновая сфера эквивалентна стандартной сфере S2. Если радиус равняется π, то субривновая сфера эквивалентна сфере S2, у которой отождественны северные и южные полюса. Ну, а если радиус больше π, то сфера топологически субривновая сфера топологически эквивалентна ТОРУ. Ну, и описаны особенности сфер. Особенности сфер распадаются на две части. Либо это точки Максвелла, либо сопряженные точки, которые являются точками разреза. Вот на этой картинке представлена субривновая сфера небольшого радиуса. Радиусы меньше π в исходной корнатах и эквивалентна. Смотрите, ну, вот видно, что топологически это как двумерная сфера S2, но в гладком смысле эта сфера не дефиоморфна. Не дефиоморфна сфере S2. Почему? Вот здесь вот внутри, я сейчас показываю курсором, здесь мы видим, что сфера имеет самопересечение. Там имеется маленький отрезочек. Ну, вот на сферах больших радиусов вы это увидите лучше. Вот это самопересечение как раз происходит на множестве Максвелла. Здесь сфера имеет особенности. То есть сфера только топологически и эквивалент S2. Вот здесь сфера радиуса меньше π. Представлена слева целиком в выпрямляющих корнатах. Потом здесь слева внизу и справа внизу полусферы. Вот, а справа наверху сфера в исходных корнатах X-ректета. Теперь рассматривается сфера критического радиуса π. Смотрите, здесь уже виден, больше виден отрезок, где сфера имеет самопересечение. Вот здесь вот я показываю. Сейчас я его зарисовал. Вот здесь сфера имеет отрезок самопересечения. Ну и кроме этого нужно отождествить. Нужно отождествить северный полюс и южный полюс. Но они находятся на высоте θ равняется π и θ равняется минус π. Вот здесь представлена сфера радиуса π в выпрямляющих корнатах. Вот видно вот здесь справа на картинке, как сфера касается сама себя, во-первых. И кроме этого здесь на этой картинке виден отрезок. Такой криволинейный дуга, по которой сфера имеет самопересечение. Ну вот здесь представлена эта сфера в разных ракурсах и полусферы тоже. И, наконец, сфера большого радиуса, радиуса больше π, вот представлена на этой картинке. Но при этом здесь нужно заклеить, нужно заклеить вот эту верхнюю замкнутую кривую нижнюю, потому что нужно отрезвить плоскости θ равняется π и θ равняется минус π. И здесь уже очень хорошо виден отрезок, отрезок, по которому сфера имеет самопересечение. Ну, это же сфера радиуса больше π показано. Вот здесь справа наверху видна топологическая структура сферы. Это тор и вот отрезок, отрезок, по которому сфера имеет самопересечение. Вот она здесь, ну, криволинейный отрезок, да, дуга, какая-то дуга, на которой сфера имеет самопересечение. Здесь она наглядно видна. Вот здесь показаны матреши, как вложены друг в друга сферы радиуса π и больше π. То же самое для полусфер. Сфера радиуса меньше π, π и больше π. Вот здесь вот видны особенности, видны особенности сфер. И вот эта картинка показывает причины для возникновения особенностей. Здесь нарисована сфера радиуса меньше π, и красным изображено множество разреза. И вот видно, что особенности сферы возникают в точности там, где множество разреза пересекает, я вот здесь сейчас выделю, где множество разреза пересекает сферу. Ну а с точки зрения задачи оптимального управления, причина в том, что в эту точку приходят две разные оптимальные траектории. Вот когда у нас возникает такая неединственность, то сфера, как правило, имеет особенности. Вот сфера радиуса π. Опять же видно, что ее особенности находятся на пересечении со множеством разреза. И то же самое для сферы радиуса больше π. Здесь это видно еще даже лучше, потому что все крупнее. Вот, пожалуй, то, что я хотел сказать по кубриумному задаче на группе движений евкитовой плоскости. То есть, повторю еще раз, эта задача очень естественная. Мы рассматриваем машину на плоскости и ищем оптимальное движение машины на плоскости. Но эта задача полностью решена. Юрий Леонидович, можно вопросы сразу к этой части? Можно, да, давайте, да. Можете вернуть вот туда, где была полнатория? Да. А, полнаторий – это... Самое начало. Сейчас. Сюда? Да. Да. Так, значит, ну то, что вот этот угол, да, здесь получается из него окружность, это понятно. А вот дальше насчет того, что вы из плоскости сделали открытый круг, я вас правильно понял? Да, да, конечно. Плоскость или плоскость без точки? Нет, плоскость, целиком плоскость, и ее можно сжать дефиамордом в открытый круг. Ну подождите, открытый круг, а как из этого тогда полнатория получить? Смотрите, значит, вот у нас круг, да, вот круг вертикальный. А, вот теперь я вижу, где ваш круг, да. Вот он, вертикальный круг, и мы его проводим по окружности. И когда мы его проводим по окружности, то этот круг заметает полнаторий, вот. Хорошо, а теперь можно вот туда, где экспоненциальное отображение геодезических? Сейчас вперед. Наверное, назад, наверное, сейчас. Наверное, еще раньше. Так, это первое время Максвелла, сейчас. Ну вот, нет, наверное, позже. А какой вопрос, чтобы я понял? Ну, любой, там же определена вот эта экспонента. В принципе, любой слайд годится. Ну, тут у меня, на самом деле, здесь в слайдах это не... Нет, лучше дальше тогда, лучше дальше. Давайте вот дальше. А, стоп, вот можно здесь, да? Вот здесь, да? Так, вот здесь, да, только вот это розовое лучше снять, потому что оно сейчас... Да, сейчас мы попробуем это все так. Сейчас я все это по очереди. Так, да. Значит, вот экспоненциальное отображение геодезических, да? Да. Так, вот вопрос, на самом деле, вот какой. Значит, вот исследование вот этого экспоненциального отображения и исследование потока, вот в чем там разница? А, ну, поток гамильтоновой системы, вы имеете в виду? Да. Но гамильтоновая система нам дает геодезические, а экспоненциальное отображение, оно параметризует их. То есть мы имеем отображение, экспоненциальное отображение переводит пару из, пару лямбда Т в точку. Вот оно. Оно переводит начальный цилиндр умножить на ось времени в многообразие М. Как оно действует? Смотрите, мы берем в цилиндре, берем начальный ковектор лямбда и берем время Т, потом мы движемся вдоль потока гамильтоновой системы, а потом проецируем на многообразие. То есть экспоненциальное отображение есть композиция проекции и сдвига вдоль траектории гамильтоновой системы. То есть можно сказать так, что экспоненциальное отображение это композиция проекции с потоком. Вот, пожалуй, так. То есть поток там используется, но на его основе еще с помощью проекции мы проецируем из кокасательного расслоения на многообразие. Тогда получаем уже действия экспоненциального отображения. Хорошо. А вот такой вопрос, как геодезическая полнота, да? Они у вас все продолжимы? Да, 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 конечно. В этой задаче, да, они все продолжимы, да, потому что, ну, просто гамильтоновая система, она полна, да. Ее траектории определены в любые времена. Да, это так. Ну, хорошо, спасибо большое. Да, да. Вот, пожалуйста, спасибо за вопрос. Итак, значит, вот мы посмотрели задачу, субривную задачу на группе движения плоскости. Вот, и сейчас я хочу рассказать о другом направлении применения оптимального управления Лоренцевой геометрии. Ну, вот это, как известно, геометрия возникает из теории относительности. Ну, вот вкратце я сейчас напомню основные понятия. Ну, вот у нас есть гладкое многообразие M, и на нем задана Лоренцева метрика. То есть, это квадратичная форма индекса 1. Ну, вот риммного метрика – это положительно определенная квадратичная форма. То есть, риммного метрика, если перевести в точке к сумме квадратов, то там будут все квадраты с плюсами. А вот Лоренцева метрика, после переведения к сумме квадратов, будет один минус, а все остальные плюсы. Вот это квадратичная форма индекса 1. Вот такая форма называется Лоренцева метрика. И вот такая форма Лоренцева метрика, ЖКУ, есть в каждом касательном пространстве. То есть, в каждом касательном пространстве многообразия есть своя Лоренцева метрика. Вот это и есть Лоренцева структура. То есть, Лоренцева структура – это набор из… Это поле Лоренцевых метрик в касательных пространствах. Но эта структура порождает следующие характеристики касательных векторов. Вот касательный вектор на многообразии называется временеподобным, если форма на нем отрицательная. Пространстноподобным, если форма положительная, или вектор нулевой. И, наконец, вектор называется временеподобным, если форма на нем равна нулю, а сам вектор не нулевой. Ну и вот вектор называется непространстноподобным, если форма меньше или равна нуля. То есть, в зависимости от знака формы на касательном векторе, он принадлежит, как говорят, к разным каузальным типам. Бывает времени подобное, если форма меньше нуля, пространство подобное, если форма больше нуля или ноль и так далее. Итак, это разделение касательных векторов. Такое же разделение вводится для кривых, для липшицевых кривых на многообразии. Например, кривая называется временеподобной, если она имеет почти всюду временеподобный касательный вектор. Ну, аналогично определяются пространстоподобные, светоподобные и непространстоподобные кривые. Теперь нам нужна еще одна конструкция, а именно ориентация времени. Ориентация времени х0 – это произвольное временеподобное векторное поле на многообразии. И с его помощью непространстоподобные векторы V разделяются на направленные в будущее и прошлое. А именно такой вектор называется направленным в будущее, если форма G от Vx0 меньше нуля. И он называется направленным в прошлое, если форма, наоборот, больше нуля. Ну, откуда возникают все эти конструкции, ну и вообще в каком направлении применяются эти понятия? Дело в том, что в Лоренцевой геометрии информация распространяется только вдоль направленных в будущее непространстоподобных кривых. Это возникает из теории относительности. Я тоже, как известно, в теории относительности частицы не могут двигаться быстрее скорости света, ну и время является необратимым. То есть вот это математически формализуется как раз так, что точки движутся вдоль направленных в будущее непространстоподобных кривых. Но вдоль времени подобных кривых скорость меньше скорости света, ну а на светоподобных скорость равняется скорости света, а уж больше она никак быть не может. Вот причина таких, ну мотивация для таких математических конструкций. Ну вот простейший пример. Это трехмерное пространство Минковского, вот с такой лоренцевой формы. Здесь нарисован светоподобный конус, и вот этот конус, да, векторы, лежащие внутри этого конуса, называются временеподобные. Вне конуса пространство подобное, а на конусе светоподобное. Ну вот временеподобные конусы содержатся либо внутри верхней полы конуса, либо внутри нижней. Вот нам нужно выбрать одну из них, одну полу конуса. Это делается вот так, например, мы хотим выбрать верхнюю полу конуса, мы выбираем ориентацию времени, вектор направленный, например, строго вверх. И тогда направлены в будущее непространство подобные векторы, будь те, которые лежат внутри верхней полы или на границе этой верхней полы конуса. И мы будем рассматривать кривые, которые имеют касательные векторы, внутри или на границе этого светового конуса. Но это картинка, повторю, для пространства Менковского, для случая, когда форма не зависит от точки. А в общем случае форма же зависит от точки, и там этот конус может менять свое направление и раствор. Пойдем дальше. В Лоренцевой геометрии определяется Лоренцевая длина. Лоренцевая длина непространство подобной кривой. Но вот повторю еще раз, что здесь рассматриваются кривые либо временеподобные, либо светоподобные. Пространство подобной кривой, как говорят, физического смысла не имеет. Хотя геометрически их можно рассматривать, но мы будем рассматривать непространство подобной кривой. Как вот для такой кривой рассматривается, определяется субривная длина. Она определяется так же, но похожа, как в ривном случае. То есть интегрируется корень квадраты из метрики G от вектора скорости. Но только G от кусточкой меньше или равно нуля. Поэтому здесь ставится модуль. В этом единственное отличие этого функционала от ривного случая. Здесь возникает модуль. Хорошо. Возьмем две точки Q0 и Q1. И обозначим через омега большое Q0 и Q1. Множество всех допустимых кривых, которые соединяют Q0 и Q1. Ну а допустимые – это направленные в будущее непространственно подобные кривые. То есть, еще раз, омега Q0 и Q1 – это все допустимые кривые, которые соединяют Q0 и Q1. Тогда мы можем определить Лоренцево расстояние. Или, как говорят, функцию разделения времени. Вот Лоренцево расстояние от Q0 до Q1, она определяется вот как. Так, если омега Q0 и Q1 не пусто, то есть, если из Q0 в Q1 можно дойти вдоль допустимой кривой, то берется верхняя грань Лоренцевых длин всех допустимых кривых. Важно, вот это похоже на ривного случая. В ривного случая тоже берутся длины допустимых кривых, но там берется нижняя грань. Здесь верхняя грань. Я позже скажу, почему. Почему? Здесь берется верхняя грань длин всех допустимых кривых. Ну, а если допустимых кривых вообще нет, то есть, если омега Q0 и Q1 пусто, то Лоренцево длина по определению полагается равной нулю. Ну, еще одно определение допустимое, то есть, направленное в будущее, непространственно подобная кривая, называется длиннейшей, ну, Лоренцево длиннейшей, если опечатка суб-Лоренцевой, Лоренцево длиннейшей, если она реализует супремум, если она реализует супремум вот здесь, в этом равенстве, между точками Q0 и Q1. Это Лоренцево длиннейшая. Какой смысл этих понятий с точки зрения теории относительности? Ну, во-первых, Лоренцево длина, элит Q, это так называемое собственное время, частицы Q, которые движутся в пространстве-времени. То есть, предположим, что есть космический аппарат, космическая ракета, да, которая движется в космосе. Ну, мы изучаем движение в четырехмерном пространстве-времени, да, и на этой ракете имеются часы. Так вот, эти часы будут измерять в точности вот этот функционал Лоренцевой длины. А Лоренцево расстояние, D от Q0, Q1, это так называемое собственное время частиц, которые движутся свободно под действием силы тяжести. То есть, если ракета движется не с ускорением, а только под действием силы тяжести, то есть, она движется наиболее медленно, да, то тогда мы получаем Лоренцевую длину. Вот теперь пару слов по поводу вот этого, по поводу вот этого супреума. Вот в римной геометрии, в субримной мы минимизируем длину кривых, кривых, а здесь берется максимум. Но вот априори мы можем рассматривать функционал, который минимизирует Лоренцевую длину. Но в этом случае задача будет тривиальна, потому что минимум всегда достигается вдоль светоподобных кривых. Любую допустимую траекторию можно аппроксимировать светоподобными кривыми. А когда мы движемся вдоль светоподобных кривых, то g от кусточка равняется нулю. То есть, нижняя грань Лоренцевой длины будет равна всегда нулю. И задача минимизации Лоренцевой длины ничего интересного не представляет. Ну и физически тоже здесь ничего интересного нет. А вот максимизация Лоренцевой длины физически, она имеет смысл с точки зрения теории относительности. Поэтому дальше мы будем рассматривать вопрос как раз максимизации Лоренцевой длины. И вот еще, опять же, пример пространства Менковского, но даже двумеры. Плоское двумерное пространство время Менковского. Это плоскость Р2 с координатами Х, вот форма Ж. И для этой формы светоподобный конус будет состоять из двух бисектрис координатных углов. И если мы возьмем в качестве ориентации времени поле ДПДХ, то мы получим вот этот угол, ограниченный голубыми лучами. То есть все траектории должны иметь векторы скорости, лежащие внутри этого голубого угла. Ну, эта задача, конечно, хорошо известна. Здесь длиннейшие – это прямые. Вот красным показаны временеподобные длиннейшие. А синие – это пространство подобное длиннейшее. Они лежат на границе. Ну, и зеленые, кривые – это Лоренцевые сферы. То есть поверхности уровня Лоренцевого расстояния. Это гиперболы. Ну, вот имеется явная формула для Лоренцевого расстояния в пространстве Менковского. То есть здесь все, конечно, делается явно. Хорошо. Ну, это был пример. Теперь давайте перейдем к задаче, о которой я хочу рассказать. Вот это недавняя работа. На самом деле полностью она даже еще не опубликована. Она доходится на рассмотрение в журнале. Вот это недавняя работа. Итак, рассмотрим плоскость Лобачевского. Как она моделируется? Она моделируется группой афинных функций на прямой. Собственная афинная функция на прямой – это функция следующего вида. Она переводит число а в число ирека плюс х. Причем ирек положительно для того, чтобы эта функция была обратимой. И рассматривая… Да, и вот все такие функции образуют группу, потому что, ну, как я сказал, они обратимы. Да, можно взять обратную функцию. Она опять же будет иметь такой вид. И вот мы рассмотрим группу. Группу всех собственных афинных функций на прямой. Она обозначается а в плюс на прямой. А в ее будем обозначать буквой g. Она параметризуется в верхней полуплоскости. Х – любое вещественное число, а у – положительное. На этой группе можно рассмотреть левый инвариантный репер из двух полей. Х1 – это ирек дпдх, х2 – это ирек дпдх. Вот. Ну вот, если мы возьмем вот эти два векторных поля и построим на них римную геометрию, то есть построим римную геометрию, в которой эти поля ортонормированы, то мы получим классическую геометрию, гиперболическую геометрию Лобачевского Гаусса-Байяи. В модели Пуанкаре – верхней полуплоскости. Вот именно поэтому эту группу мы назвали плоскостью Лобачевского. Но мы рассматриваем не римную задачу, а Лоренцеву задачу. Мы рассматриваем Лоренцеву задачу на этом же пространстве с ортонормированным репером х1 – х2. Пойдем дальше. Что можно сказать об этой группе? Ну вот, группа двумерная, у нее алгебра Ли тоже двумерная, она поражена вот этими полями х1 – х2. Их коммутатор выглядел следующим образом. Отсюда следует, что это алгебра разрешимая и неабелева. Собственно, это единственная двумерная неабелева разрешимая алгебра Ли. Ну вот, в этой группе однопараметрические подгруппы – это прямые. Прямые, проходящие через единицы группы. Единица группы – это точка 0,1. Вот они здесь нарисованы. Вот приведена формула однопараметрических подгрупп. Хорошо. Это по поводу группы. Теперь перейдем к формировке Лоренцевой задачи. Ну вот, мы хотим определить левую инварианту Лоренцевую задачу. Она задается Лоренцевой формой Ж на алгебре Ли. А также векторным полем ориентации времени, которое времени подобно. Ну, давайте обозначим линейную форму Ж от Х, Х0 через Ж0. Так вот, Лоренцевая длиннейшая является решением следующей вариационной задачи. Ну вот, первое условие, Ж от куст точки меньше или равно 0, означает, что мы рассматриваем непространство, подобные кривые. Второе условие, что мы рассматриваем кривые, направленные в будущее. Потом мы выходим из начальной точки, в которой можно считать единицы группы, потому что задача левый инвариант, а ну и какая-то конечная точка. И мы максимизируем Лоренцевую длину. Вот так ставятся левые инварианты Лоренцевой задачи на нашей группе. Ну, эту задачу можно поставить как следующую задачу оптимального управления. Вот задача линейная по управлению У1-У2. Ку – это точка нашей группы, а вот управление принадлежит множеству допустимых управлений, там, где Ж меньше или равно 0, и Ж0 тоже меньше 0, потому что эти условия у нас были на предыдущем слайде. Мы идем изначально в точку 0, которая есть единица группы, в конечную точку Ку1, и мы максимизируем Лоренцевую длину. Вот это задача оптимального управления. Теперь давайте, чтобы ее решать, параметризуем эту задачу численно. А именно, давайте переведем форму Ж к сумме квадратов, ну, она Лоренцева, поэтому будет 1 минус и 1 плюс. Ну, и тогда вот линейная форма Ж0, которая задает ориентацию времени, будет иметь вид АУ1 плюс БУ2. То есть мы видим, что задача параметризуется матрицами АБЦД. Матрицами АБЦД, ну, можно показать, что заменой переменных можно добиться того, чтобы матрица имела положительный определитель. То есть мы имеем, что все эти задачи параметризуются компонентой связанности единицы в группе ЖЛ2. Вот, то есть вот нам нужно рассмотреть все такие матрицы АБЦД. Это делается, и вот первый результат по этой задаче, который я хочу представить, это множество достижимости. Давайте на группе рассмотрим следующие три функции. Ну, вот каждая задача, повторю, параметризуется матрицей АБЦД. Ну, и вот мы определим функции лямбда 1, лямбда 2 и лямбда 3 вот по этой матрице. Ну, вот оказывается, что тогда множество достижимости нашей задачи за произвольное неотрясательное время. Ну, или, как говорят в Лоренцевой геометрии, каузальные будущие точки, вот оно и описывается двойным неравенством 6 с помощью функций лямбда 1 и лямбда 2. Ну, доказательство простое. Дело в том, что допустимая траектория с постоянными управлениями, то есть однопараметрические подгруппы, допустимая однопараметрические подгруппы, все заполняют это множество. Ну, а на границе этого множества допустимой скорости смотрят внутрь. То есть, и тут задача двумерная, и, в общем, все наглядно и делается легко. То есть, и того множество достижимости допускает вот такое простое описание с помощью двойного неравенства 6. Ну, вот рассмотрим показательные примеры, на которых, на самом деле, я буду иллюстрировать решение задачи. Задача P1 для матрицы А следующего вида. Это минус единичная матрица. Ну, вот напомню, что мы такими матрицами А с положительным определителем порядка 2 мы параметризуем все задачи. Если взять матрицу А минус единичная, то мы получим задачу, которую я называю P1. Вот здесь слева показан конус будущего. Это плоскость U1, U2. То есть, управление у нас принимает вот в этом голубом угле. И вот скорости направлены тоже внутрь или на границе этого угла. Справа показано каузальное будущее. То есть, вот здесь начальная точка. Это вот наша единица группы, да. И мы выходим отсюда вот с векторами скорости, которые показаны здесь. Тогда мы заполняем, мы заполняем все множество, которое здесь закрашено голубым. Но напомню, что система определена на верхней полуплоскости. То есть, ниже оси абсциссма и на ось абсциссма попасть не можем. Вот так устроено множество достижимостей. То есть, фактически это угол, но пересеченный с верхней полуплоскости. Это в случае сдачи P1. Если сдачи P2 для матриц А следующего вида. То здесь конус будущего направлен вверх. Ну и множество достижимостей, каузальное будущее тоже направлено вверх. Вот оно устроено так. Это такой бесконечный угол раствором 90 градусов направлен вверх. И, наконец, еще один показательный пример. Если матрица А имеет следующий вид, то тогда конус будущего – это первый квадрант. Ну и каузальное будущее – это фактически первый квадрант, поднятый вверх на единичку. Вот это такой бесконечный угол раствором 90 градусов. Это множество достижимостей. Куда мы можем попасть из единицы группы. Хорошо. Пойдем дальше. Вот здесь в этой задаче нетривиальный вопрос существования, существования лоренцевых длиннейших. Ну вот я опишу, что известно из общей теории лоренцевой геометрии. Имеются классические условия существования лоренцевых длиннейших для так называемых глобально-гиперболических лоренцевых структур. О чем идет речь? Вот рассмотрим лоренцевую структуру GX0 на каком-то многообразии. Ну напоминаю, что G – это лоренцевая метрика, а X0 – это ориентация времени. Обозначим через G+, от Q0 или же АQ0 – это каузальное будущее. А через G- от Q1 множество достижимости за произвольное неположительное время. Или, как говорят, каузальное прошлое точки Q1. Вот классическая теорема еще 60-х годов, доказанная независимо Авицем и Зефертом. Говорит следующее. Предположим, что эта лоренцевая метрика глобально-гиперболическая. То есть выполнены следующие два условия. Любая точка Q на многообразии имеет окрестность O, такую, что всякая направленная в будущее непространство подобная кривая, которая покидает O, она больше туда не возвращается. То есть имеется такой характер невозвращения. Еще раз. Любая точка Q на многообразии M имеет окрестность, такую, что всякая допустимая кривая, если она покидает O, то она уже никогда не возвращается. Она никогда не возвращается O. Вот. И это первый условие. А второе, вот какое, что для любых точек Q0 и Q1 пересечения каузального будущего точки Q0 с каузальным прошлым точкой Q1 компактно. Вот переченье вот этих двух множеств достижимостей компактно. Тогда справедливо следующее. Если точка Q1 достижима из точки Q0, то существует лоренцево длиннейшая, соединяющая Q0 и Q1. То есть, говоря короче, если у нас есть глобальное гиперболическое пространство и точка Q1 достижима из Q0, то существует и лоренцево длиннейшая. Вот такая классическая теорема. Что мы получаем в применении к нашей задаче? Ну вот, во-первых, по поводу условий 1 все просто. Оказывается, вот есть справедливо следующее лема 3, которое говорит, что все левоинварианты лоренцево структуры на нашей группе удовлетворяют условия 1, условия невозвращения. Но это просто легко следует из уравнений. Если посмотреть, то уравнение системы записывается следующим образом, и там легко написать оценки, которые дают невозвращение. То есть, нетривиальным является условие 2. Вот пересечение каузального будущего с каузальным прошлым. Что мы можем сказать по этому вопросу? Смотрите. Вот какие лоренцево структуры на нашей группе являются глобальными гиперболическими? Давайте ведем следующее определение. Назовем левоинварианту лоренцево структуру временеподобной, если g от x1 меньше нуля. Напоминаю, что x1 – это горизонтальное поле. Вот оно здесь изображено вектором. Это движение по оси x. Вот. И назовем структуру пространства подобной, если g от x1 больше нуля, светоподобной, если g от x1 равно нулю. Ну и не временеподобной, если g от x1 больше или равно нулю. И вот справедливо следующая теорема, что лоренцево структура на нашей группе глобально гиперболична тогда и только тогда, когда она не временеподобна. Вот картинки этой иллюстрирую. Смотрите. Если задача пространственно подобна, то у нас, смотрите, начальная точка – это точка 0,1. Тогда каузальное будущее этой точки – это вот этот голубой угол. Возьмем любую красную точку, которая достижима, которая лежит внутри этого угла. Каузальное прошлое – это угол, направленный вниз. Тогда пересечение синего каузального будущего и красного каузального прошлого – это вот такой прямоугольник, компактное множество. Это пространство подобных случаев. Теперь рассмотрим временеподобный случай. Здесь, опять же, все похоже, но только прямоугольники с вертикальными и горизонтальными сторонами. Опять же, пересечение каузального будущего, каузального прошлого – это прямоугольник компактный. А наиболее интересный случай – временеподобные лоренцевые структуры. Рассмотрим такую структуру. Вот оказывается, что такая структура не является, она не является глобальной гиперболической. Вот смотрите, это объясняет картинка, которая приведена слева. Смотрите, вот мы имеем вектор G1, он лежит внутри синего угла, то есть G от X1 меньше нуля. И каузальное будущее синей точки – это вот внутренность этого угла, пересеченная с верхней полуплоскостью. То есть это все множество, лежащее правее этих двух синих отрезков. Теперь возьмем красную точку, лежащую ниже черной пунктирной линии. Черная пунктирная линия получается как? Мы берем синюю светоподобную прямую, пересекаем ее с осью X, получаем точку 1,0, и проводим черную пунктирную прямую под углом 45 градусов. И возьмем красную точку ниже или правее, это черная пунктирная линия. Тогда каузальное прошлое этой красной точки, вот оно показано здесь, оно лежит левее этих красных отрезков. Смотрите, пересечение синего каузального будущего с красным каузальным прошлым содержит точки, близкие к оси X, так называемому абсолюту. Поэтому эти пересечения некомпактны. Поэтому эта картинка показывает, что в времени подобном случае группа G не является главальной гиперболичной. Однако, если же мы будем брать точки красные, лежащие выше, чем черная пунктирная линия, то пересечение будет прямоугольник, и этот прямоугольник уже не примыкает к абсолюту. И в этом случае мы получаем глобальный гиперболический случай. То есть, если мы возьмем в качестве Лоренцевого многообразия группу G, пересеченную с областью выше, это черная пунктирная линия, лямбда 3 больше нуля, то мы получим глобальный гиперболический случай. Вот такие разные ситуации здесь возникают. В итоге, что мы получаем? Получаем следующую теорему 5. Пусть группа G не временеподобная. То есть, Лоренцева структура либо пространственно подобная, либо светоподобная. Тогда Лоренцева длиннейшая существует для любой точки Q1, достижимая из точки Q0. Если же группа G временеподобная, и Q1 достижима, то Лоренцева длиннейшая существует тогда и только тогда, когда Q1 принадлежит этому уменьшенному многообразию M. То есть, группе G, в которой выбраны точки, лежащие выше черной пунктирной линии, где лямбда 3 больше нуля. Доказательства здесь несложные. А именно, если группа G не временеподобная, то она глобально-гиперболическая. И поэтому по классической теореме у нас есть существование. Потом, множество M глобально-гиперболическое. Поэтому Лоренцева длиннейшая существует. Если же Q1 не лежит в замыкании множества M, то существует сколь угодно длинная траектория из Q0 в Q1. А если Q1 лежит на границе множества M, то нет экстремальных траекторий, ведущих из Q0 в Q1. Это показано, на самом деле, на слайдах, на следующем, показано на картинках на следующем слайде. Смотрите, вот пусть красная точка, куда мы хотим попасть, лежит строго ниже, чем черная пунктирная линия. Тогда можно построить следующую допустимую траекторию. Мы сначала идем по синий светоподобный, потом идем по пунктирный зеленый, сколь угодно близко к абсолюту, и потом опять поднимаемся по красной линии. Какое здесь значение функционала? Смотрите, когда мы идем по синей линии или по красной, функционал 0, потому что это светоподобное. А вот когда мы идем по зеленому пунктиру, то функционал становится все больше и больше, когда мы приближаемся к оси X и стремимся к плюс бесконечности. То есть существует сколь угодно траектория со сколь угодно большим значением функционала, ведущей из синей точки в красную. Поэтому здесь оптимальной траектории нет. Если, повторю, это случай, когда Q1 не лежит, когда Q1 не лежит в замыкании, то есть когда красная точка строго ниже, чем черная пунктира, а если же красная точка лежит на черной пунктирной линии, здесь ситуация более тонкая. Здесь сколь угодно длинных траекторий нет. Но сюда не приходит ни одна экстремальная траектория. Ну вот мы сейчас их опишем, на самом деле это мы забегаем вперед, мы их опишем из принципа максимума Пантрягина, но вот оказывается, что геодезистические, выходящие из единицы группы, устроены как показанные зеленые линии. Они заполняют вот эту полосу и не приходят на черную пунктирную линию. Ну а если у нас нет экстремальной траектории, приходящей сюда, то нет и оптимальной. То есть иногда принцип максимума Пантрягина может применяться для доказательства несуществования оптимальной траектории. Повторю как, если у нас нет экстремальной траектории, приходящей в точку, то нет и оптимальной. Хорошо. Вот так доказывается несуществование в этом критическом случае, когда точка Q1 лежит на границе многообразия. Итак, вот вопрос существования полностью решен. Теперь, собственно, перейдем к поиску оптимальных траекторий, а именно к описанию экстремальных траекторий и лоренцевых длиннейших. Ну вот принцип максимума Пантрягина говорит следующее, что любая временеподобная экстремальная траектория есть дуга параболы с асимптотой параллельной светоподобной однопараметрической подрубки, либо прямолинейный отрезок. То есть, еще раз, временеподобная экстремальная траектория либо дуга параболы, либо отрезок прямой. А светоподобные экстремальные траектории это произвольные светоподобные однопараметрические подрубы и их липшество перепараметризации. То есть, вот здесь, в этих двух пунктах закодирован принцип максимума я его не расшифровываю, но если его применить и аккуратно посмотреть, то вот получится следующее описание, ну и получится явная формула, которые здесь тоже не приведены, но это несложно. То есть, в этом случае все описывается элементарными принципами. Теперь дальше. Что можно сказать об оптимальности? Оказывается, что в этой задаче вопрос оптимальности решается очень просто, а именно любая экстремальная траектория в этой задаче оптимальна, то есть, является Лоренцевой длиннейшей. И оказывается, справедливо следующий пункт 4. Если точка Q1 лежит внутри многообразия M во временеподобном случае, или же внутри множества достижимости в невременеподобном случае, то существует единственная Лоренцевая длиннейшая параметризованная длина. Но доказательства теоремы используют два фундаментальных факта. Во-первых, принцип максимум Пантриагна, про который мы сказали, а вот оптимальность доказывается с помощью другого классического результата теоремы Адамара о глобальном дефеоморфизме. Я немного на этом остановлюсь. Это, собственно, очень важный инструмент для исследования оптимальности в задачах субрименовой лоренцевой сублоренцевой геометрии теоремы Адамара глобального дефеоморфизма. Адамар ее впервые применил в начале XX века или даже в конце XIX для исследования задачи римной геометрии. О чем говорит теорема Адамара? Вот, предположим, у нас есть гладское отображение из одного многообразия в другое. Многообразие одной размерности. Предположим, что оба многообразия связаны и односвязаны. И пусть это отображение не вырождено, то есть не имеет критических точек. И пусть, более того, это отображение собственное, то есть прообраз компакта компакт. Тогда при этих четырех условиях наше гладкое отображение является глобальным дефеоморфизмом, то есть оно объективно и обратное отображение тоже гладкое. Как применяется теорема Адамар? Строится экспоненциальное отображение, вот которое мы видели в предыдущей субривной задачи, строится экспоненциальное отображение, которое параметризует экстремальные траектории. И доказывается, что это экспоненциальное отображение может быть на суженной области является дефеоморфизмом. Вот мы видели в предыдущей задаче, что Нам приходилось досматривать сужение экспоненциального отображения на меньшие области, чтобы оно было действительно дефиоморфизмом. Вот после рассмотрения такого сужения часто удается доказать, что в экспоненциальном отображении есть дефиоморфизм. А что это означает? Означает, что в каждую точку приходит одна траектория, подозрительная на оптимальность. А если у нас доказано существование оптимальной траектории, то эта подозрительная траектория и будет оптимальна. Вот так доказывается оптимальность. Часто доказывается оптимальность на основе этой теоремы Адамара. И в этой задаче этот метод дает эффективный ответ, эффективное решение. Хорошо. Что можно сказать о геометрической характеристике задачи? Во-первых, о Лоренцевом расстоянии. Давайте обозначим расстояние Лоренцево расстояние от точки Q0 до точки Q просто через D от Q. Мы меряем расстояние до единицы групп. Вот оказывается, что во временеподобном случае расстояние есть вещественно-аналитическая функция внутри многообразия. А на замыкании она непрерывна. Ну, потом имеются двусторонние оценки Лоренцево расстояния и значение Лоренцево расстояния на границе множества m. И вне замыкания множества m, оно равно плюс бесконечности. Это тот случай, когда у нас есть сколько угодно длинная допустимая кривая. Это во временеподобном случае. А если случай не временеподобный, то аналогично у нас имеется регулярность, то есть вещественно-аналитичность. Вещественно-аналитичность Лоренцево расстояния внутри множества достижимости и непрерывность на множество достижимости. Вот. И Лоренцево расстояние принимает значение от нуля и строго меньше, чем плюс бесконечности. Потом доказано еще поведение Лоренцево расстояния на границе. А именно следующее. Вблизи точек гладкости границы многообразия m во временеподобном случае и вблизи точек гладкости границы множества достижимости вне временеподобном случае Лоренцево расстояние d является Гельдеровой функцией с показателем 1,2 от эвклидового расстояния до соответствующей границы. Но это точно так же, как в пространстве Минковского. Там корень из разности квадратов. Это Гельдерова функция от расстояния до границы. Ну и вообще имеется простая характеристика Лоренцево расстояния следующего рода. Оно выражается через элементарные функции. А именно во временеподобном случае выражается через обратно гиперболические функции, в пространстве подобном случае через обратно тригонометрические функции и в светоподобном через квадратные корни и рациональные. То есть в этом случае описаны такие классы. Ну и конечно формула сами получен. Я просто их не перевожу, чтобы не загромождать. Это имеется в публикации. Теперь что можно сказать о Лоренцевых сферах. Напоминаю, что Лоренцево сфера – это вот что у нас есть Лоренцево расстояние. Но важное отличие от римного и субримного случая. Здесь Лоренцево расстояние не задает метрики в смысле метрического пространства. Хотя мы говорим расстояние, но метрики в смысле метрического расстояния нет, потому что, во-первых, Лоренцево расстояние несимметрично. d от q0, q1 не равняется d от q1, q0. И потом не выполняется неразисть треугольника. На самом деле выполняется неразисть треугольника с обратным знаком. Обычно неразисть треугольника здесь не выполняется. Поэтому здесь нужно быть немного аккуратным. Но Лоренцево сфера определяется, как обычно, это множество точек, находящихся на заднем Лоренцевом расстоянии от начальной точки q0. Вот что здесь можно сказать про Лоренцево сферу. Они некомпактны в обеих направлениях дуги гипербол. В времени подобном случае, когда радиус меняется от 0 до π, ну а в невременеподобном случае радиус меняется от 0 до плюс бесконечности. И в временеподобном случае описаны сферы радиуса π. Это граница многообразия m. И существуют сферы бесконечного радиуса. Это конечное множество. То есть вот в Лоренцевой геометрии тоже такая особенность. Существуют сферы бесконечного радиуса. Но потому что может так быть, что между конечными точками расстояние равно плюс бесконечности. Если между ними есть допустимая кривая, сколь угодно длинная. Такое бывает. Мы видели в данной задаче. Ну и в любой задаче Лоренцево сфера нулевого радиуса бывает. Вот эта Лоренцево сфера нулевого радиуса, пересеченная со множеством достижимости, это ломаные. Это просто ломаные из двух временеподобных однопараметрических подгрупп. Вот это тоже отличие Лоренцевой геометрии от Риммановой и Субримановой, что здесь бывают сферы нулевого радиуса нетривиально. Вот. И вот давайте рассмотрим в завершение примеры. Наши три задачи. П1, П2, П3. Что будет для них? Здесь уже приведены явные формы. Итак, задача П1. Вот. Здесь множество допустимых управлений задаются вот такими неравенствами. Вот. Что можно сказать? Ну вот пусть конечная точка К1 лежит в многообразии М. Это множество выше, чем черная пунктирная линия, напоминаю. Если точка Х1 равняется модуле Риммановой минус единица, то есть точка лежит на границе светового конуса, то траектории, оптимальная траектория, можно параметризовать экспонентами. Вот. Видно, что в этом случае Х выражается через Е с помощью линейной функции. Ну и время движения выражается через логарифм, ну и Лоренцево расстояние равно нулю, потому что мы движемся вдоль светоподобных траекторий. Если у нас точка лежит внутри, внутри множества достижимости, то оптимальные траектории сдаются описанными элементарными функциями. Видно, что здесь триометрические функции. Время движения, оно же Лоренцево расстояние, это опять же выражается через элементарные функции, где С и Альфа явно пощитны. То есть оптимальная траектория – это дуга гипербола. Оптимальная траектория в этом случае – дуга гипербола. Вот картинки. Смотрите. Слева показаны Лоренцевы длиннейшие. Видно, что они заполняют вот всю эту полосу между крайними и синими светоподобными однопараметическими подрубами и вот эта черная пунктирная прямая особая. И вот все Лоренцево длиннейшие – это дуги гипербола – они заполняют вот эту полосу. В нее они не заходят. Потом на картинка справа показывают Лоренцевы сферы в этой задаче. Красным показывают Лоренцевы сферы радиуса от нуля, не включая, до π. Сфера радиуса нулевого радиуса – это угол. Это вот такой голубой угол из двух светоподобных однопараметрических подруб. Вот и сфера бесконечного радиуса – это вот этот голубой угол. Это голубой угол. Здесь расстояние равно плюс бесконечность. И вот эта картинка показывает график. График Лоренцево расстояния в задаче p1. Вот видно, что вне этого множества достижимости здесь у нас расстояние равно нулю. Это просто по определению. А потом расстояние возрастает от нуля, вот здесь, на границе, и до π, вот здесь, на верхней границе. Здесь же внутри оставшегося треугольника, здесь расстояние равно плюс бесконечность. Вот так устроен график, но видно, что на границе действительно расстояние, это Гюльдерова функция с показателем 1-2. Она устроена как корень квадрата. Вот, если задача p2, то опять же, вот явные формулы, ну вот, я уже не буду вдаваться в детали, вот экстремальные траектории задаются либо экспонентами, либо обратными гиперболическими функциями. Прошу прощения, прямыми, либо гиперболическими функциями. А вот параметры, параметры выражаются с помощью обратной гиперболической функции. Вот, ну и Лоренцево расстояние выражается с помощью обратной гиперболической функции. Но вообще Лоренцево длиннейшее, это опять же дубь гипербол, и вот здесь приведены явные формулы. Все делается в элементарных функциях. Вот картинка. Слева показаны, зеленые показаны Лоренцево длиннейшие, выходящие из начальной точки. Зеленые это временеподобные длиннейшие, а синие это светоподобные. А справа показаны Лоренцево сферы, красным показана Лоренцево сфера положительного радиуса, а синяя это Лоренцево сфера нулевого радиуса. И вот эта картинка показывает график, график Лоренцево расстояния. Здесь вне этого множества достижимости Лоренцево расстояние равно нулю, а вот внутри такая половинка конуса. На границе мы имеем Гюльдерово функцию с показателем 1,2. И, наконец, в сдаче P3, когда конус будущего это первый квадрант, тоже все делается в элементарных функциях, но здесь даже все проще. Здесь кратчайшее выражается, выражается как линейные или рациональные функции, а Лоренцево расстояние выражается с помощью корня квадрата. Но, опять же, кратчайшее это Дугаги-Пербург. Ну и вот эта картинка показывает Лоренцево длиннейшее, и справа Лоренцево сферы, опять же гипербол. И, наконец, эта картинка показывает график, вот это такая аналитическая поверхность внутри, а на границе она только Гюльдерово с показателем 1,2. Ну вот, пожалуй, все, вот что я хотел сказать по этой задаче. То есть, эта задача, Лоренцево задача на плоскости Лобачевского, или же на группе афинных функций, на прямой, задача тоже полностью решена. Здесь не одна задача на ассамбле, это такое четырехпараметрическое семейство задач. Все эти задачи решены. Ну вот, пожалуй, все. Я на этом хотел бы закончить эту лекцию. И вот, может быть, по этой лекции, давайте для начала, по этой лекции, есть ли вопросы, я готов обсудить. Юрий Леонидович, вот этот ассалют, да? Да. Ассалют, да? Ну, вроде про него все все знают, с одной стороны, но с другой стороны, может быть, лучше все-таки эту прямую рисовать пунктиром, потому что так более понятно, что она исключена. Это как бы стандартное обозначение. Ну да, да, согласен, да, согласен. Наверное, да, согласен, да. То есть, да, вот ось х, да, пунктиром, согласен. Хорошо. Еще, может быть, есть вопросы, замечания, пожелания. Нет, тогда спасибо большое. Вот, да, на этом лекцию давайте закончим. Ну, теперь давайте вот про экзамен. Все желающие могут сдать экзамен. Вот молодые и взрослые могут сдать экзамен. Ну, молодым можно зачесть, наверное, это все в свои зачетки. Вот у ведущих вузов московских есть договоренность с образовательным центром МИАН, чтобы этот экзамен зачесть. В прошлом году два было смельчика, которые сдавали экзамены, они сдали. Да, значит, как это будет проходить? Вот все желающие, напишите мне, каждый желающий прошу мне написать письмо, что я хотел бы сдать экзамен, да, я пришлю задачи, вот задачи нужно будет решить за какой-то срок, решить, что будет за задачи. Ну, задачи будут двух планов теоретические. Где-то, допустим, восполнить пробел в доказательстве, что-то, проделать какое-то рассуждение. Ну, в общем, вопрос из теории, да. И, ну, теория какого рода, но самое главное, это, конечно, хронологические исчисления, доказательства принципа максимума, но, может быть, еще по дифференциальным формам тоже будут. То есть вот по нашей теории, которую мы изучали. А задача уже такого более прикладного характера будет дана конкретно задача оптимального управления, в которой нужно будет применить принцип максимума, найти экстремальные траектории. Но полностью исследовать я уже просить не буду, потому что здесь нужно применять условия оптимальности высшего порядка, которые выходят за пределы курса. Но вот нужно будет применить принцип максимума и найти экстремальные траектории, да, и исследовать существование. Потому что теорема существования у нас тоже была. Вот такие будут задачи. Полностью все решить необязательно. Будут баллы и будет количество баллов, которое необходимо для сдачи экзамена. Я это напишу. Так что, кто хочет сдавать экзамен, прошу мне написать, скажем, до понедельника. Давайте определимся. И тогда я пришлю на почту задачи и будем решать задачи и смотреть ваши решения. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. А какой примерно срок решения задачи экзамена? Ну, я думаю, что две недели я дам на задачи, чтобы не торопиться, чтобы не было цветноты. Это же не спорт, это не Олимпиада. Вот так что, я думаю, что вот так. Еще, может быть, да, еще есть вопросы на эту тему? Скажите, пожалуйста, задача вы когда вышлете? То есть это уже будет ближе к экзамену или? Смотрите, значит, вот я до понедельника жду от вас заявки, да, ну и после этого в течение пары дней пришлю вам задачу. То есть на той неделе я пришлю задачи, ну и скажу, что вот, скажем, две недели вот у вас есть. Вот так. Спасибо, понятно. Да-да. Еще есть вопросы? Пожелания? Нет? Ну хорошо. Тогда всем спасибо еще раз. Вот было приятно провести этот курс. Вот спасибо за вопрос, за то, что прослушали. Ну а желающий сдавать экзамены, добро пожаловать, буду ждать. Все, до свидания, всего доброго. До свидания. Спасибо.